друзья всем привет другой ты снова в эфире и сегодня мы будем готовить очень спортивный бешбармак и спортивные шерпяки и кто это может сделать как не катя органик кать привет привет для меня тоже бешбармак это традиционное блюдо это праздник это ассоциация с детством с мамой с ажекой и мне кажется у людей именно вот эти эмоции вызывает это блюдо давай сделаем его немножко полезным это нового рецепта это бешбармак для спортсменов почему она пп полезная потому что здесь нет глютена мы будем готовить его из безглютеновой муки она очень похожа с классическим но немножко такая техника добавим клетчатки чтобы все было как надо ну и конечно же самое здоровое органическое мясо от метафор перед нашей передачей я прям гуглил правильный бешбармак или же тесто мпп для бешбармака фактически там не нашел ни одного рецепта когда ты мне сказала про свое тесто я сразу понял что это будет сложные углеводы которые дадут нам долгую энергию для тренировок я сразу же на себя экстраполирую на своих друзей который спортом занимает предлагаю себе заняться тестом а тебе как мужчине нарезка и мясо мясо наше уже готово очень хороший жирный кусок о я смотрела красивое за 3 какое классно мясо мы варили около трех часов коза также отдельно в отдельной кастрюле бульон очень прозрачный мне нравится блин мясо вообще цвет потрясающе смотрите я давно такой канину не здесь пшеницы нет делаем вот такую лунку разбиваем яйца в лунку безглютеновая мука немножко капризная она немножко по-другому раскатывается но поверьте если вы добавите то есть замените пшеничную муку на безглютеновую очень хорошо улучшить здоровье сюда нужно налить кипяток можно на досах не крутой кипяток чтобы яйца не сварились такая горячая вода добавляем силю первый раз я слышу проработать делю это вообще очень классная добавка в безглютеновой выпечки она спасает ситуацию она как бы заменяет глютен вот эту связь дает безглютеновой муки нету вот этого клея который дает эластичность тесту вот у меня с виду похож на орех вообще-то так это это прям готовы к это продукт это шелуха семени подорожника на самом деле это хороший сорбент считается клетчатка очень хорошо для кишечника снимает кстати интоксикацию можно пить курсами до силе силе до новое название это семя льна я его перемолола в кофемолке также очень хорошо насыщает наше тесто клетчаткой и жирами масло не жалеем масло сафлоровое нерафинированное масло подсолнечное общение использую вот смотри какой эластичное тесто получается сейчас мы его будем загущать мукой у вас рецепт будет строго по граммам пожалуйста с безглютеновой выпечкой не старайтесь что-то свое добавлять до 1 зируйте да первый раз пожалуйста придерживайтесь рецепта но если что-то не получится мне пишите а тут из шести ингредиентов 5 вообще незнакомых сафрановое масло сафлоровое но это все можно купить магазине да конечно сейчас везде это есть даже в самом народном маркете какой красивый касса все держу чтобы мясо не заветрилось мы много его освежим освежим до горячим бульоном прекрасный бульон вообще шикарно так мы делаем замес теста мишка там крупненький семя льна плетчатка тесто нужно дать отдохнуть полчаса в холодильнике я обычно делаю с вечера мне некогда вот это вот все перед мероприятием делать то есть я готовлю тесто кладу в пакетик и в холодильник вообще в целом такое тесто может лежать до пяти дней в холодильнике можно из него сделать равиоли пельмени пожалуйста применит уж правильно получается без глютена они во-первых не такие тяжелые они лучше усваиваются щекать у меня два любимых блюда это это три даже это бешбармак пельмени котлеты потому что у меня есть и казахская кровь и русская кровь и корейская ну корейскую пищу не очень люблю тяжело мне сколько у тебя рецептов вообще-то есть еще принципе те которые ты сама придумал ой больше тысячи а также мы открыли академию питания где вы можете в любое свободное время покупать курсы мини курсы по хлебу безглютеновому по обедам по завтракам приходите к нам в академии учиться и будете здоровы но даже онлайн академия онлайн академия до оффлайн мастер-класс я тоже провожу то есть онлайн ты мы скачиваем программу как она называется это обучение на платформе get курс гетку то есть вы регистрируетесь вам на почту приходит вход пароль и вы в любое время открываете ищем там катю органик да и смотри какой классный тесто я довольна да получилось и очень важно тесто готовить хорошим настроением как учила меня моя жека никогда на кухне не заходи злая лучше заказать детям по сути знаешь пиццу каком-то это будет полезнее чем съесть твою ппшную еду которая приготовлена без настроения какое классное тесто получилось смотреть и так пока наше тесто охлаждается предлагаю тебе нарезать лук это белый лук кстати мне он больше нравится он не такой не такой горький и приятный так как в бешпармаке он идет практически сырой ну ну пахнет да да его используют как раз для супов папа вот так смотрите наше прекрасное тесто готово теперь будем раскатывать самый таинственный момент обязательно с хорошими пожеланиями всем кто будет это кушать новых спортивных успехов новых рекордов узкую талию большой бицепс так хотела сделать важное замечание безглютеновое тесто пресное тесто она быстро подсыхает поэтому либо накрывайте его влажным полотенцем если у вас большое количество гостей и еще важно это тесто не делать супер тонким ну вот пусть оно будет такое сытное зато ты съешь два кусочка два сочина и в принципе наешься но нет двумя точно не наемся повторюсь что она не имеет клейковины поэтому она очень нежная поэтому не жалейте муки на подсыпку вы видели что мясо у нас с огромным количеством жира но вот конский жир конский холестерин который в жире он очень полезен есть полезный холестерин и есть не очень полезно вот конский холестерин он очень полезный кстати вообще конина является самым таким высокобелковым мясом самое большое количество аминокислот легко усваивается да и ну и плюс ко всему холестерин единственный в конине он очень полезно я люблю когда лук такой хрустящий немножко моей семье так любят то есть слишком переваренный лук тоже не очень по одной пусть вас не смущает что здесь толщина теста а мне наоборот это радует нет тоже я спокойно но профессиональные килинки конечно сейчас сидят и говорят о чем там раскатала да там сейчас у тебя дети правильно питаются вообще да на 70 процентов вообще люди приходят к правильному питанию по двум причинам самая главная причина и к сожалению самая часто встречаемая когда уже вот действительно петух укусил уже как ты говоришь да и уже какие то есть болячки а второй момент когда вот человека ощущает то есть все нормально со здоровьем ничего не беспокоит но он понимает что для своих лет он немножко уже выглядит не так как его ровесники которые занимаются фитнесом правильным питанием почему называется бешбармак да это же от двух слов до пять пальцев и есть кстати надо тоже руками нормально не горячо нет и что самое интересное тесто поменьше мясо побольше да 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 чисто вот пацанского и сразу понятно смотри на у нас тесто не будет видно бодибилдер готовил не тому сейчас еще и вводит еще еще луком и порошим во всем всем желаю только любви и добра в сердце а я желаю всем большого бицепса пусть все люди поджаром любопит добру по-разному небольшой бицепс это есть любовь и добру красота и зеленюшки друзья ну что первый фитнес бешбармак на моей истории смотреть как это все красиво и полезно кать спасибо тебе за рецепт на здоровье еще раз убеждаемся в том что здоровое питание это просто быстро и вкусно и полезно мы можем назвать его фитнес бешбармак мне кажется да все еще один пробовать мяско с мясом тесто офигенно тесто попробуем только руками только руками вкусно налетаем ребята